Всем привет! Меня зовут Оля Грейс. Я рада приветствовать вас на моем YouTube-канале. И сегодня я хочу с вами поговорить откровенно и признаться кое в чем, что я давно от вас скрывала. Я должна была это давным-давно сказать, но признаюсь только сейчас. У меня есть родственная связь с Катей Клэп, Настей Герц и Светой Дэйтриммер. Мы все сестры. Я рекомендую подписаться вам на канал моей мамы. На ее канале вы найдете много разных кулинарных рецептов, выпечки, также обзоры различной техники, например, последнее видео о блендере, который она приобрела. У моей мамы сегодня день рождения. Пожалуйста, перейдите по ссылочке в описании, подпишитесь на канал моей мамы и напишите под последним видео ей приятный комментарий. Все, кто подпишется на канал моей мамы сегодня, получат сигны от меня. Девчонки до конца будут скрывать эту тайну, но я не могу молчать. Мы с ними сестры. Дело в том, что очень часто мне пишут в комментариях, Оля, ты так похожа на Катю Клэп. Оля, ты так похожа на Настю Герц. Оля, ты так похожа на Свету Дэйтриммер. Я поняла, что вы и так все замечаете и нужно вам признаться. Мы с ними сестры. У нас с девчонками кровная связь. Похоже на Катю Клэп? Да. У нас темные волосы. У меня скулы похожи, как у Кати. Просто Катя сейчас немного стройнее, чем я. Мне еще чуть-чуть похудеть, и я буду полностью похожа на Катю. У меня такие же, практически такие же брови, как у Насти Герц. И у меня немного нос тоже похож на Настю Герц. И черты лица, и цвет кожи, как у Насти Герц. Единственное, что со Светой Дэйтриммер меня объединяет, это то, что у нас вот такие широкие носы. И со стороны, как-то лицо вот так еще, у меня губы очень странно выглядят со стороны. Профиль или анфас, или как это называется. Но сам факт. Мы похожи с девчонками. Скрывать нет смысла. Напишите внизу под этим видео в комментариях, давно вы знаете о том, что мы с девчонками сестры? Или для вас сегодня это была неожиданность? Ребята, а теперь серьезно, я хочу признаться вам. На самом деле, я не сестра Катти Клэп, не сестра Насти Герц, и не сестра Светы Дэйтриммер. Просто мы с ними очень похожи. В мире очень много похожих людей, и меня зачастую путают с похожими на меня людьми. В моем городе есть двойник. Возможно, даже два двойника. Но у меня есть несколько ситуаций, в которых меня часто путали с другой девушкой. И мои друзья и знакомые были убеждены в том, что это была я, и они считали, что я их нагло игнорила. Также моя мама видела моего двойника. И это меня повергло в шок, когда она мне рассказала следующую историю. Был обычный будний день, я была в лицее на учебе. И это где-то было 12 или час дня, то есть у меня учеба заканчивалась в 15-16.00. Я должна была быть в лицее, но каким-то образом я оказалась в центре города, возле приват-банка, и колупалась в сумке по середине площади. Мама проезжала на маршрутке и видит меня. И думает, какого черта я прогуливаю пары. У нее первая мысль в голове, что я прогуливаю. Мама проезжала, но так как моя мама зрение не очень хорошее, но все равно она понимает четко, издалека она силуэт поймет. Пусть даже она не увидит цвет моих глаз, с того расстояния, с которого она видела моего двойника. Она все же видела, что стиль одежды тот же, но эту девушку выдало то, что у нее волосы более курчавые, чем у меня. И у этой девушки была не та обувь, не моя обувь. И была сумка не моя. В то время я ходила с сумкой Альба Сабони. Это крутая сумка, которая прослужила мне 3 года. Она была внушительных размеров, в которую помещалось все, что мне нужно было взять с собой на учебу, и даже больше. И в тот момент моя мама действительно опешила, как-то так я прогуливаю пары. И потом мама вечером мне рассказала эту ситуацию. Я говорю, мам, вообще-то я на парах была. Мама ведь начала спрашивать, Оля, где ты была в такое-то время? Начала отвечать, что я в лицее была, у нас пара в физике была. А потом я аж до самого вечера была в музыкальной школе, занималась вокалом, и там еще сольфеджио было. Мама такая, а, ну хорошо. И рассказала мне эту историю о том, как она увидела эту девушку. И эту девушку она приняла за меня. И ту девушку выдала только то, что не моя сумка, не моя обувь и более кучевые волосы. Следующая история, которую я вам расскажу, тоже меня немного озадачила. Дело в том, что я периодически общалась со своим старым знакомым, сейчас я, конечно же, с ним не общаюсь. И мы общались по телефону, общались по скайпу. В то время, когда я училась в университете, мне не с кем было общаться. Так вот, в очередной раз, когда я с приятелем общалась, он говорит, Оля, слушай, хватит меня игнорить. Я говорю, Дима, что случилось? Он говорит, так, на прошлых выходных, а именно в субботу, я тебя звал во дворе, я видел тебя на Таврике, но ты нагло игнорила меня и ушла с какой-то девчонкой. Я говорю, Дима, ты сейчас понимаешь, что ты говоришь? Он говорит, да, я тебя видел в то время в таком-то месте. Я говорю, Дима, вообще-то меня в тот день не было в том районе. Я вообще сидела дома и репетировала за фортепиано. Я действительно могла по пять часов сидеть за фортепиано, играть сонаты, гаммы и прочие произведения учить. И в тот день меня не было в городе. Меня вообще два дня не было в центре города и сидела дома. И я ему рассказываю, что меня не было. Он говорит, нет, Оля, что ты мне здесь заливаешь? Я тебя видел, ты меня игнорила, я тебя звал Оля, Оля. Ты не захотела отвечать, не отвечала как-то. Я подошел ближе и говорю, Оля, ну что ты, давай. И он даже мне детально описал, в чем я была одета. Я говорю, ты знаешь, скорее всего, это был мой двойник. Потому что у меня в городе есть двойник, и мама мне о нем уже рассказывала. И он такой, да. Я говорю, да, такое возможно. Он говорит, ааа, ну тогда понятно. И только тогда, когда я ему объяснила, что есть похожая девушка на меня, он успокоился. Очередная история с моим крестным братом. Мне поступил звонок от моего крестного брата. Я беру трубку и говорю, да, Егор, привет. Он говорит, Оля, привет, это ты? Я говорю, да, это я. Он говорит, ааа, нет, это Анита. Я говорю, нет, Егор, это я. Ты позвонил мне по моему номеру. Что случилось? Он говорит, да нет, я не это имел в виду. Просто мы сейчас гуляем с ребятами из художки, увидели тебя на набережной. Я решила тебе позвонить, чтобы не кричать далеко, чтобы ты к нам подошла. Но, как выяснилось, на набережной ты трубку не взяла. Значит, это не ты. Поэтому я так и сказала. И я говорю, ааа, скорее всего, Егор, это мой двойник, которого ты увидел. Классно. Можешь ее прям пофоткать. Но, к сожалению, он ее не фоткал. Когда я ему это объяснила, он успокоился. И все равно он был немного в недоумении, что у меня есть двойник. Как это так? Но сам факт. Это была третья история. Последняя история, которая произошла именно со мной в маршрутке. Еду я вечером после музыкальной школы осенью в маршрутке на последнем сиденье. Я уставшая. Смотрю в окно. Я в черной шапке. Я в черном пальто. У меня был лук Total Black. И, собственно, я уже уставшая. Каждый раз, когда кто-то заходит в маршрутку, а там такой тусклый свет, я смотрю в проход. И, чтобы понять, кто это, куда идет, мало ли, я должна бдить. Это моя жизнь. Мало ли, какой-то террорист зайдет. И, значит, заходит какая-то девушка. Я на нее посмотрела взглядом и смотрю дальше в окошко. Она такая говорит, ой, Аня, привет, как дела? Чего на парах не была сегодня? Я так смотрю и говорю, какая Аня? Она говорит, Аня, ну хватит придуриваться. Слушай, ну почему ты прогуливаешься? Тебя уже спрашивали вот это, вот это вот девчонка. Где ты, как ты, что с тобой? Я так смотрю на нее и понимаю, что она меня приняла за другого человека. Я говорю, девушка, вы обознались? Я не Аня. Она говорит, Аня, ну что ты прикалываешься? Я говорю, меня Оля зовут. Оля, меня зовут. И эта девушка опять хочет приводить аргументы, задавать вопросы. Почему же, Аня, ты не пришла? И почему тебя нет? Зачем я ее разыгрываю? И тут в ее лице, когда я в очередной раз говорю, меня зовут Оля. И я не Аня. И она понимает, что я не Аня. И она такая, ой, ой, простите, девушка. Вы очень просто похожи. Я обозналась. И сидит, села возле меня и сидит. Едем дальше. Проходит две минуты. Она оборачивается ко мне. Ой, девушка, пожалуйста, простите еще раз. Еще раз, пожалуйста, извините. Так неудобно. Вы очень похожи. Просто я такая с миссией. Говорит, а ничего страшного. Всякое бывает. И эта ситуация была последней каплей, которая доказывала, что у меня есть двойник в моем же собственном городе. И я такая, камон, уже моя мама видела двойника. Мой знакомый Дима видел двойника. Мой крестный брат Юбор видел двойника. И я видела знакомую той девочке двойницы двойника. Я понимаю, что даже если подруга или однокурсница той девочки, моей двойницы, меня посчитала за оригинального человека, за ту Аню, то получается мы действительно очень с ней похожи. И я бы с удовольствием хотела с ней встретиться. Мне действительно интересно увидеть своего двойника живьем в лицо. Но, к сожалению, мне ни разу не удавалось увидеть ее. Моего двойника видели только мои знакомые. Кстати, ребята, напишите в комментариях под этим видео, есть ли у вас в вашем городе двойники? Есть ли у вас двойники в интернете? Потому что нас с Катей, Настей Герц и Светой Дэйд Реймер можно считать тоже двойниками. Такое бывает, что периодически рождаются люди с очень похожей внешностью. Пишите, сколько у вас двойников? На кого вы похожи? И считаете ли вы нормальным, что у людей есть двойники? Не один, а несколько двойников. Также я надеюсь, что вам понравилось это видео. Если это так, то ставьте пальцы вверх. Также подписывайтесь на мой канал. Это красная кнопочка под этим видео. Также жмите на колокольчик, чтобы первыми узнать о моих новых видео. А с вами была я, Оля Грейс. До новых встреч. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok